Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я покажу, как закладываю ягодник. В моем ягоднике будет земляника садовая и малина ремонтантная. Она же осенняя. Я предпочитаю именно осеннюю малину, потому что она никогда не бывает червивой. Но она немножечко проигрывает, конечно, в аромате и в сладости летней малине. Это не так важно для нас. Буду использовать современные технологии, много современных технологий. Я уверена, будет интересно вам на это посмотреть. И не забудьте прямо сейчас поставить лайк этому видео. Это очень важно лично для меня, но и важно для развития моего канала. И подписывайтесь на канал Аленин сад, если вы еще этого не сделали. Здесь очень много интересных, полезных видео. И спасибо огромное моим подписчикам, старым и новым, за поддержку, за приятные комментарии. Это очень ценно для меня. А теперь давайте. Меньше слов, больше дела, как говорится на ютюбе. Давайте работать. Для посадки моих растений я, конечно же, буду использовать агроткань. У меня спрашивали уже несколько раз про нее, потому что я ее активно использую в течение нескольких лет. И не очень активно про нее рассказываю. Вот в чем дело. Чем она отличается? Давайте посмотрим. От нетканого черного материала. То есть до 2018 года, приблизительно 2019, я использовала черный спонбонд. Я о нем писала, я о нем снимала видео и была им очень довольна. Но технология не стоит на месте, да? И появилось кое-что лучшее. Это агроткань. Называется, в принципе, по-разному. Это и агротекстиль, и черная мульча называется. И наверняка еще как-то называется, как я не знаю. Отличается она от нетканого черного материала именно тем, что она тканая. Это переплетение напоминает всем известные, и материал тоже, кстати говоря, всем известные мешки из-под сахара белого цвета. Только это черного цвета и с нанесенной разметкой, зеленой ниткой нанесена разметка. И здесь ячейка 15 на 15 сантиметров. Это очень удобно для посадки растений. Именно для этого этот материал и сделан вот в таком вот виде. То есть вы ее расстилаете и прорезаете отверстие на том расстоянии, на котором вам нужно, без измерительных приборов. Очень удобно вот это вот использовать. Эта агроткань, она гораздо долговечнее, чем черный нетканный материал. У нее где-то, я смотрела на какой-то упаковке, я не помню, где-то 15 лет срок службы. И я охотно в это верю, но все зависит от того, как она будет использоваться, безусловно. То есть можно любую вещь испортить в течение короткого срока, да? Если ее эксплуатировать и в хвост, и в гриву, извините меня за выражение. Пока что вот 4 года, точно могу сказать, 4 года она отлично служит и не портится. Я еще не выбросила ни кусочка этой агроткани. Чем она еще удобна? Кроме того, что она долговечна. Она очень прочная. И это удобно вот с точки зрения эксплуатации. То есть вы можете легко по ней ходить, ездить на тачке. Собака может легко по ней ходить и даже пытаться иногда покопать. Но у нее ничего не получается порвать вот так легко с первого раза. И легко ее вот эксплуатировать, не задумываясь о том, что можно испортить. В отличие от черного нетканого материала, он рвется довольно легко при довольно сильном нажатии. То есть если где-то там как-то вы его положили на ямочку, а потом наступили, то это обязательно будет дырка. Также и какая-то техника, собака покопает и так далее. Его даже 60 грамм на метр плотность довольно легко было испортить. Но опять же я не могу сказать, что спонбонд он очень плох и вообще нельзя его использовать. Можно, и так же если его где-то положить под что-то, например, под песочницу, под мощение под какое-нибудь, то он там тоже прослужит очень много лет. Без такого вот постоянного контакта, изнашивания он тоже долговечен. А вот для посадки ягодника, конечно же, лучше подойдет агроткань. Еще у меня спрашивали, какой фирмы лучше агроткань покупать. У нас как-то нет большого выбора фирм, так чтобы вот много продавалось разных производителей. И поэтому я даже не смотрю, какой производитель. Я и на рынке покупала, и в магазине покупала, в разных упаковках. Даже не обращала внимания на звание фирм, потому что я вижу, вот визуально я смотрю, да, плотное переплетение. Квадратики есть, я думаю, что она у разных производителей, она ничем не отличается. Но, кто знает, кто знает, может быть, у вас есть какая-то в вашей стране, есть разница между производителями, качество от этого зависит. У нас качество у агроткани, у всех производителей одинаковое. Очень насущный будет вопрос по поводу того, как крепить эту агроткань. В своей практике огородничества я уже использовала три типа креплений, не считая, конечно, камней и досок. Во-первых, этим летом я использовала подставки для земляники из проволоки в том виде, в каком вы их видите на экране. Но подставок у меня мало, поэтому я их разогнула, разрезала пополам и сделала второй тип креплений – скобы. Еще несколько лет назад я окрепила спонбонд пластиковыми грибочками для крепления утеплителя на домах. Они у меня до сих пор в работе, держат агроткань на склоне ручья. Теперь у меня есть третий, самый лучший вариант, который можно использовать всю жизнь. Это гвоздь двухсотка и шайба соответствующего диаметра. Гвоздь вставляем в шайбу и легко втыкаем в агроткань. Теперь никакой ветер нам не страшен. Размеры у агроткани могут быть разные. Она может быть в рулоне или большим прямоугольным полотном. В этот раз я буду использовать два полотна. Они хорошо подойдут по размерам. Крепить полотна буду гвоздями и скобами. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, основание готово. Далее начинаю высадку саженцев. В первую очередь земляники. В ряду между растениями будет 30 сантиметров. В междурядях около 50. Ножницами я разрезаю ткань крест-накрест и подгибаю внутрь. Вы заметили, что почву предварительно я не перекапывала. Она довольно плотная и непригодна для посадки в лунке. Я добавляю в будущую лунку удобрение. Любое подходящее, какое есть в данный момент под рукой. И с помощью шуруповерта с насадкой для перемешивания разрыхляю почву. Затем высаживаю по три растения треугольником. Мне не понравилась посадка по одному растению, как я делала в прошлом году. Саженцы земляники я купила у местного фермера Валдеса Пуленша. Здесь сорта Вивальди, Сага, Венди, Флайер, Кония и Элиани. После посадки обязательно хорошо полить растения. И сейчас еще я буду сажать марину. Ходила на Копала своих собственных саженцев. Они у меня, к счастью, есть. И покажу, как буду сажать на агроткань. Мне задавали вопрос, как же малина будет расти на агроткани, как же поросль. Хороший вопрос. У меня встречный. А зачем нужна поросль вам, малины? Наоборот. Поросль обычно является злом, с которым все борются. И агроткань спасет нас более-менее именно от поросли малины. Нам нужно, чтобы малина росла в центре, туда, куда мы ее посадим, кустиком. И, конечно, для размножения можно использовать поросль. Но для размножения можно использовать и деление куста. И если вдруг вам нужно стало размножить вашу малину, то просто выкапывайте куст и делите. Кстати, ремонтантная малина, она, в принципе, поросль сильно не образует, так как образует летняя. Вот такая вот красавица. Она у меня, даже я ягодки не собрала, накопала. Поражена количеством цветков. Сколько еще она собирается цвести и расти, я не представляю. Ну и малину я немножко сажаю по-другому, не как землянику. Пойдемте покажу, как. У саженцев малины обрезаем все вершки, оставляя 10-15 технических сантиметров для удобства. Обрезаем корни, которые выходят за рамки нашей ямки. Так как растения малины больше, то расстояние между ними тоже делаю больше. Около 50 сантиметров между лунками в ряду и 60 сантиметров между рядья. Малина растение, которое очень хорошо реагирует на органику. Поэтому я копаю ямки глубже, кладу туда около литра перегноя, засыпаю сверху почву около 80 сантиметров толщиной. И затем высаживаю саженцы. Можно по одному, а можно и по три-четыре. Так вы быстрее получите урожай побольше. Обязательно очень хорошо полить малину после посадки. Для нее это очень важно. Я напоминаю вам, чтобы вы не забыли поставить лайк этому видео и подписались на канал Аленин сад. Желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч! И спасибо огромное тем, кто уже подписался Соня со своей непосредственностью.